Как известно, девушки любят опаздывать, но Ольга пришла вовремя. Как и прогнозировали синоптики, североатлантический циклон с полудня обрушился на Одинцова. Отти при вначале февраля позволила коммунальщикам и автомобилистам немного выдохнуть, но ненадолго, ровно до прихода Ольги. А она принесла с собой снегопад, порывистый ветер и гололед. Ухудшила видимость. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ваня, Ольга, это, мне кажется, непонятно, с чего они берут это название. Что Ольга, она такая снежная, Ваня такой снежный, то есть непонятно. Но вот мы собрались, несмотря на Ольгу, покататься с ребятами. Возможно, исклонные русские имена, как и циклоны, собственно, в России. Довольно сильные. Сейчас машины не будут успевать убирать снег уборочный, снега будет много, но зима уже надоела, хоть и красиво. Хочется тепла. По прогнозам синоптиков, Ольга может побить рекорд 6 февраля 1995 года. За сутки сугробы могут вырасти еще на 9 сантиметров. Это почти четверть месячной нормы. Традиционно на дорогах ожидаются затруднения. Рекомендации для автолюбителей не в новинку. Для поездок лучше выбирать общественный транспорт. В четные годы циклоны принято называть женскими именами, антициклоны – мужскими. Имена им, кстати, дает факультет метеорологии. А вот бороться за стихии по-прежнему будут городские службы. 614 рабочих и 150 единиц техники уже устраняют последствия непогоды. Но это далеко не все сюрпризы, которые приготовила снежная дама. Метель в четверг стихнет. А вот температура воздуха начнет понижаться. Зато к выходным обещают солнечно и без осадков. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.